Одна из пяти тысяч. У 14-летней Ксении из Донецка редкая генетическая особенность. Синдром Морфана. Деформация ее позвоночника повергала в шок даже опытных врачей. Из-за сильного искривления девочка едва могла передвигаться. Ее историю расскажет Инна Желенко. Ксении Шевченко пришлось многое пережить. В ее позвоночник ввинчены десятки шурупов. Когда мне показывают снимки, я думаю, что это моя спина, то они это подкинули. Редкая особенность – синдром Морфана. Такой диагноз поставили в пять лет. Нарушение в соединительных тканях приводит к хрупкости скелета. Нам сообщили, что это генетика, и вы с этим ничего не сделаете, вы только можете как-то корректировать ее состояние. Не помогли специальные процедуры, корсеты, которые приходилось носить круглосуточно. К 11 годам позвоночник у Ксении практически сложился. Она уже не общалась со сверстниками, потому что она была дома, она на домашнем обучении. Это инвалидность, причем инвалидность очень серьезная. Пришлось срочно ложиться на операционный стол. Нам сказали, ну мы же гарантии не даем, что все будет хорошо. Может быть, что и руки откажут, и ноги. Страшно было. Переселенцам из Донецка, которые лишились всего и оказались в незнакомом городе с ребенком, нуждающимся в срочном хирургическом вмешательстве, помог штаб Рината Ахметова. Для операции приобрели дорогостоящую металлическую конструкцию. С ее помощью Ксюше зафиксировали позвоночник. То, как сработал оперативно штаб Рината Леонидовича в помощи нам, я думаю, что оценить это, просто сказать, что это такая-то сумма, нет, это жизнь. Это жизнь ребенка, который сейчас улыбается, который может строить планы на будущее. Адресную помощь Рината Ахметова на лечение операции получили более 10 тысяч человек. Половина из них – дети. Спасибо большое, что помог и не остался равнодушным. Спустя несколько лет девочка может заниматься рисованием, много времени проводить с младшими братьями и успешно учиться. Могу спокойно ходить рисовать достаточно долгое время. Могу гулять на улице с подругами. Чтобы не было ухудшений, спину нужно постоянно разрабатывать. Сказать, что чудо произошло, волшебная палочка, вот нам вставили это, конечно, нет. Это еще ей предстоит в жизни побороться, поработать. Больше всего Ксюшу радует, что теперь она смогла воплотить свою мечту. В бассейне я как-то, ну, как рыба быть. Мне очень нравится плавать, я прям погружаюсь. Погружаюсь. В прямом и в переносном смысле. Инна Жиленко, Владимир Конопля. Для сегодня канал Украина.